Жители Ниньского автономного округа могут бесплатно получить арктический гектар уже в августе этого года. В соответствии с федеральной программой, принятой по аналогии с дальневосточным гектаром, на сессии регионального парламента был принят региональный закон о территориях, который можно использовать для выделения населению в арктических гектарах. Согласно федеральной программе, жители России смогут получить в безвозмездное пользование гектар земли, расположенный на территории арктической зоны Российской Федерации. Программа уже опробирована на Дальнем Востоке. Здесь она пользуется популярностью. Но следует заметить, что Дальний Восток и Арктика имеют свои территориальные особенности. В рамках 119-го федерального закона предусмотрена разработка проекта закона субъекта Российской Федерации с описанием местоположения территорий, в границах которых земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с данным федеральным законом и площади таких территорий. Это принципиальное отличие реализации программ Дальневосточного арктического гектаров. Поскольку на Дальнем Востоке приняты законы субъектов о территориях так называемых «нельзя», на территории арктических субъектов принимаются законы о территориях «можно». При разработке регионального закона о территориях для выделения арктических гектаров была учтена важная особенность Ненецкого автономного округа. 95% территорий округа составляют земли сельскохозяйственного назначения, предназначенные для оленеводства. «Таким образом, практически вся территория округа на сегодняшний день находится в аренде оленеводческих хозяйств и не может быть вовлечена под реализацию данной программы». При реализации программы нельзя использовать также земли, которые находятся на территории особо охраняемых природных территорий, территориях традиционного природопользования, лесного фонда, объектов культурного наследия, территорий общего пользования, земли под автомобильными дорогами, приграничной зоны побережья и территорий населённых пунктов. Ограничений много. В профильном ведомстве изучили вопрос досконально, посоветовались с жителями ряда сельских муниципальных образований, провели опросы. «Наиболее востребованными в этой связи обозначились территории, где учтено также мнение жителей. Это деревня Коя и прилегающая к ней межселенная территория Заполярного района. Всего выделено 1293 гектар, 5 гектар в самой Кои и 1288 гектар на близлежащей межселенной территории». В дальнейшем по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, с учётом мнения жителей округа, в том числе коренных малочисленных народов Севера, список территорий будет расширяться. Предоставление участков будет проходить поэтапно. Первые полгода получить их смогут только местные жители, проживающие в Неницком автономном округе, а с февраля 2022 года уже и другие жители России. Земельные участки можно будет использовать под строительство жилья и для ведения бизнеса. Земли будут предоставляться в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. По истечении срока землю можно будет оформить в собственность или заключить договор аренды.